Это призма времени программа, в которой мы говорим о главных событиях, касающихся жизни Эстонии, о том, что за последние 7 дней привлекло наибольшее внимание общественности и средств массовой информации. Меня зовут Андрей Титов. Здравствуйте. В гостях у нас человек, который будет нам помогать комментировать и анализировать события последней недели. Я приветствую у нас в студии депутата парламента от партии ИРЛ Марку Померанца. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну и начнем, наверное, с темы, которая, может быть, не является такой очень важной в глобальном смысле, но, тем не менее, пользуясь случаем, хотим поздравить женщин с прошедшим праздником 8 марта, несмотря на то, что этот день в календаре красным цветом не обозначен. Тем не менее, многие его отмечали и многие поздравляли прекрасную половину человечества. И снова у нас стали слышаться голоса о том, что нужно сделать 8 марта государственным праздником. Вы поддерживаете такую точку зрения? Я не уверен, что у нас какой-то дополнительный день будет опять красным или там свободным днем, но я думаю, что хорошо и то, что у нас этот международный женский день опять так называемый живой, потому что были у нас светкоды, как-то мы говорили, что вот это откуда-то с такой времени... Наследие советского прошлого. Это к нам не подходит, но я думаю, что это очень хорошо, если есть хоть один день, когда и те женщины, которые могут быть дома одни, получать цветы, и с рабочего места и так далее. Так что есть такие маленькие праздники, кушают торты и так далее. Так что если эта страна будет живой, как она есть в последние годы, опять, я думаю, это было и хорошо. С другой стороны, если посмотреть на то количество государственных праздников, которые в Эстонии имеются, то по этому показателю мы там чуть ли не на последнем месте в Европе. В Эстонии очень мало праздников. Это тоже правда, но всегда говорят о том, что вот нельзя тратить лишние дни, и независимо, это женский день или какой-то другой, и всегда есть такие большие споры насчет этого, может ли быть еще какой-то дополнительный праздник. И пока мы знаем, что у нас те праздники, которые у нас есть, они остались, и туда что-то добавить не удалось. Ну что ж, в любом случае, женщин с прошедшим. Мы поздравляем вас с тем, что этот день был, этот день был ваш. И понятно, что, конечно же, внимание женщинам нужно уделять 365 дней в году, а не только один день, но пускай такой дополнительный, все-таки он у вас тоже будет с праздником. И через 4 года 366 дней. Обязательно. Перейдем к делам уже более серьезным и насущим. К вам, как к председателю правовой комиссии Риги Когу, вопрос, что у нас происходит с конкурсом на должность нового гендиректора Департамента полиции и погранохраны. Андрюс Ансип, наш премьер-министр, на прошлой неделе сказал, что надо бы искать новую кандидатуру, то есть тот человек, которого прочили. В гендиректора, я имею в виду, канцера... Притакама. Кого? Притакама. Притакама, точно, да. Канцлера Министерства юстиции. Он вроде как по каким-то причинам далеко не всех устраивает. Я так понимаю, не устраивает в первую очередь второго коалиционного партнера, партию реформы, наверное, в первую очередь за свои партийные принадлежности, потому что он является членом вашей партии. Я думаю, что если мы говорим о какой-то партийности, это неправильный путь. Конечно, люди могут думать о чем угодно. УКОНА. И, конечно, это будет такой пример, например, Мэтт Рас, который у нас сегодня председатель Коссу-ДА, был активный реформист, как он был председателем Коссу-ДА. И мы не можем сказать сегодня, что у нас все судья там, как судья какие-то реформисты. Я думаю, там ни одной нету. Но, конечно, такое дело людей мешает. И, конечно, надо найти теперь у министра такого человека, который подходит и в парламенту, потому что мы все знаем, что из одной стороны у нас есть какие-то требования к этому человеку, какой он должен быть как специалист, как директор, как советующий. И с другой стороны у нас есть такая политическая сторона здесь тоже. Так что уже закон скажет того, что этот кандидат к главному директору не только полиции, но и спасательного департамента должен пройти правовую комиссию, получить там так называемые доверенности. И так то уже уже правительство ставит его на пост. Просле недели у нас была такая называемая так называемая свободная неделя и никаких действий не было у нас парламент и министр Брюсселя, так что я думаю, что министр над этим и работает, что у нас будет официальный кандидат. Дело в том, что до сегодняшнего дня у нас нет ни одного официального кандидата. Ну да, был конкурс, три кандидатуры были забракованы, потом в прессе появилось имя Прита Кама, а вот сейчас вроде как ни один из упомянутой четверки не может стать гендиректором, потому что он не удовлетворяет все стороны, да? Скорее всего новый человек какой-то появится? Это надо спросить ту министра, но я думаю, что если он мудрый, он над этим работает, чтобы у них были и варианты другие. Ну вот что касается спасателей, как раз на прошлой неделе такая новость появилась, что новый закон о государственной службе оставит спасателей, пострадавших в результате несчастного случая на работе, без дополнительных компенсаций. Вы долгое время возглавляли Министерство внутренних дел, то есть эта сфера, эта область, она и вам хорошо знакома. Вот как так получается? На ваш взгляд это нормальный закон? Ведь по сути выходит, что у спасателей снижается мотивация. Грубо говоря, зачем рисковать на работе, если я потом останусь без этих компенсаций? Здесь очень много шума, по-моему. Я вчера вечером смотрел на эти законы. Первое, что мы должны запомнить, что если мы говорим о спасателей, это так называемый самый простой спасатель, который работает на спасательных работах, он на работе не по этой законе государственной службы, он на работе по трудовой договору. И это значит, что мы должны смотреть вообще это закон об спасательных службе. И там есть такие параграфы, которые говорят об социальной гарантиях. Например, если пожарник погибнет в службе, как и военному семью платят зарплату, которая на уровне 10 годовых зарплат, например. Если что-то случится с здоровьем, какая-то травма или так далее, в законе написано то, что если там еще остаются дополнительные от больничной кассы, то эти дополнительные доходы должны покрывать уже государство. Так что эти гарантии все, они как в законе были, там и останутся. Что еще важно, в законе есть и такие дополнительные пункты, которые говорят и об добровольных спасателей. Это значит, что теперь есть в законе то, если государство ищет на помощь добровольных спасателей, они тоже участвуют на спасательных работах, там что-то случается. Эти гарантии или код тоже распространяются. Это одной стороны. Но здесь речь идет об таких дополнительных денег, которые были внутри бюджета спасательного департамента. Если эти деньги были, там главный директор самому этих дополнительных денег выплачивал. Ну, естественно, нельзя сказать, что это новый закон, как это снялит от возможностей, что это зависит что-то, какие-то там денежные ресурсы. Это первое и другое, это то, что нормальность, если есть какие-то код, или там гарантии, или деньги, или государство собирают какие-то теники. На уровне законов должен быть такие главные условия, как это все делается. Например, если мы говорим об там кодах на спасателей, это в законе спасательной службы, там написано, что должен быть приказ министра внутреннего тела, и там все написано, какие условия, какой уровень и так далее. Так что здесь закон нельзя обвинять. Ну, то есть получается просто, как это у нас часто бывает, что средства массовой информации немножко передернули факты и вытащили на поверхность то, что на самом деле не в полной мере соответствует действительности. Я так понимаю. Ну, что касается еще законотворчества, то предлагаю поговорить об одной инициативе, которая законом у нас не является, но кто знает, может быть, вполне им станет. На протяжении января жители Эстонии могли делать свои предложения по изменению законодательства в самых разных областях на портале rahvakogu.ee. Сейчас все эти предложения, а их более 3,5 тысяч, собраны, скомпонованы, рабочие группы над ними трудятся, и что-то, может быть, дойдет даже до Риги Когу. Вы, кстати, верите, что действительно какое-то предложение может стать законом? Вера всегда в последнем умрет, но я думаю, что таких предложений не очень-то много будет, потому что здесь не надо опять открывать велосипед, так что все эти департаменты уже когда-то были и на уровне Риги Когу, но поживем, увидим. Но сейчас зато был дан четкий сигнал от народа, который принял активное участие в работе портала народного собрания. И вот самым популярным предложением на rahvakogu.ee был запрет на предвыборную рекламу политических партий. По мнению участников обсуждения, эта реклама требует больших затрат и неразумно. И вот такое предложение. Запретить рекламную кампанию и ее финансирование на телевидении, на радио, в печатных изданиях и в виде наружных плакатов. Насколько велики шансы у такого предложения стать законом? Я думаю, что очень маленькие. Я тоже против этого. Не против, как политик, но я могу это очень легко объяснить. Объясняйте. Если сегодня спрашивать, кто это на улице, сколько депутатов в риге когу он может назвать так, что с нами, имя, фамилию и тоже личо. Я думаю, что сегодня это получается где-то, если хорошо, это 20, если не хорошо, это 10 или меньше. У меня есть такой вопрос, когда я пойду в школу куда-то. У меня есть там какие-то часы, как кость. И я спрашиваю насчет одного моего Анна Партица, который по моему, мой взгляд, очень такой знаменит и знаком. И очень просто может случиться кимнаази, что никто не знает того чарвека. Так, Кристян Сфильгстен, это один оператор, который сейчас снимает фильм об Хейнса Валка. И вот там и это кимнаази, где Кристян Сфильгстен тоже, у него была встреча учениками, никто не знал, кто такой Хейнс Валк, который тоже я могу, как Кристонис, знаменит и человек Кристонид. Так что люди просто тактар, не вообще не узнают, кто там палетирует и это касается и русскоязычных кандидатов. Я думаю, что все-таки должна быть какая-то реклама, чтобы люди узнали, кто эти люди, которые кандидируют. Другое дело, какой там объем. Может быть какие-то ограничения на рекламу, потому что та же самая партия Республика, когда пришла к власти, но она просто заполонила города и улицы своими предвыборными рекламами, когда на всю стену многоэтажного дома висел плакат великий Юхан Барц. Юхан Барц, там был Урмас Рейнс, Алута Вескин. Я не понимаю. Здесь, я думаю, политики знают, что какие-то ограничения должны быть, потому что это действительно значит затрата денег, но чтобы вообще запретить все политические рекламы, это нереально. Люди должны откуда-то узнать эти массовые средства информации, и они делали так, где у всех есть подход. Если идти куда-то на встречу людьми, например, в таком маленьком поселке, вечером у тебя есть может быть 5-7 человек, но те люди, которые там кандидаты, где-то переди, у них результат там тысяч колосов, так что так по одному не можешь людьми встречаться и сказать, кто ты такой и какие у тебя планы или твои партии. Но реально, может ли что-то уже до осенних выборов, которые у нас пройдут, муниципальные выборы, что до них что-то изменится, какие-то ограничения появятся? Или это все долгий процесс? Я думаю, что это не реальне, а теперь в апреле поедут и Сабрани, как кто-то поедут, так, на самом деле, мунициплинаху и Слована, фильтрирует, и Это проект Космодоскополучил. Пудет ведет Лето. Я думаю, что мы не говорим, но киhtа гранитсене на рекламу, так что мы можем говорить о том, что перед Ведвесеса Петнастова кода, как та у нас кодута Петт-выбарана риги когу. Мы забыть ест киhtа и сменения. Но на осень этот год никак нет. Ну и под занавес нашей первой части предлагаю немного затронуть тему, которая волнует всех людей, у которых есть автомобили. И вас тоже, хоть вы и являетесь жителем Раквери, но большую часть времени, наверное, своего все-таки проводите в Таллине, ездите по нашим дорогам, разбитым, с выбоинами. Вот такая статистика. В феврале в полицию поступило 224 вызова в связи с автоавариями, произошедшими из-за выбоин на дорогах. Но если вы хотите потом компенсацию получить, то порядок 10 и таков нужно вызвать полицию и зафиксировать это происшествие, что именно из-за выбоины ваш автомобиль пострадал. И проблема на самом деле достаточно серьезная, потому что полиция тратит время, полиция тратит ресурсы, это в тысячи евро обходится приезжать по этим вызовам. И государство, и город Таллин, я имею в виду сейчас, они, по сути, спихивают эту проблему друг на друга. То есть город говорит, что у нас нет денег, потому что правительство урезало финансирование местных самоуправлений. Правительство говорит, что Таллин неразумно расходует средства, тратит их больше на какие-то свои пропагандистские вещи, они латают дыры на дорогах. Вы бы могли решить эту проблему, будь вы мэром Таллина? Если бы была такая хорошая путь, выйти из этого, конечно, было бы хорошо. Но, к сожалению, сегодня картина такая, что эти ямы, это не только таллийская проблема. Если ехать сейчас по Нарской сосе, тоже надо подумать, как это будет максимально скорость, потому что там тоже ямы есть. Но здесь, по-моему, другой пути нету, только из таллийского бюджета найти все такие деньги ремонтировать ямы, сколько возможно. Это невероятно, что можно всю эту работу делать, но каждый год по плану надо тратить денег на дороге, другой пути нету. И если мы говорим об доходах, таллинских доходах, тогда в основном те доходы есть и городские, потому что Таллин такой город, где так называемого констатации нету, потому что Таллин на уровне таких доходов, где государство уже не добавит. Конечно, добавить, если есть какие-то проекты, инфраструктуры, если мы говорим о больших перекрестах, если есть уже европейские проекты, тогда и в Италии не получают. Но это не касается именно каждодневного ремонта дороги. Понятно. Напомню, у нас в гостях Марко Помер, он сегодня депутат парламента от партии ИРЛ. Мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся в студию программы «Призма времени» и продолжим говорить о важных событиях последней недели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почувствуйте приближение весны на Мызе Сака. Специальные предложения действуют до конца апреля. Скидка 20% на дневную аренду всех конференц-залов Мызе Сака. Релакс-пакет – 119 евро на две ночи, на двоих. Обычная цена пакета – 220 евро. Спа-пакет «Все лучшее женщине» – одна ночь – 117 евро. При бронировании пакета дополнительную ночь получаешь в подарок. Подробности на сайте www.saka.ee Нуза Сака. Жемчужина Балтийского глинта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Телеканал «Арсэнд» и игра «Улыбка Фортуны» представляют розыгрыш «Визор». Для участия наберите в мобильном телефоне через пробел два ключевых слова «for-for-сэнд» и отправьте их на короткий номер платной линии 13 013. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Артекон радио Таллин Возвращаемся в студию программы призма времени Говорим о самых обсуждаемых и примечательных новостях последних 7 дней В гостях у нас Марко Померанс, депутат парламента от партии РЛ Которые нам эти события, новости помогают анализировать и комментировать Поговорим о деньгах Считать деньги в чужом кармане у нас любят все Средства массовой информации периодически этим грешат, чем будоражит общественность И вот на прошлой неделе рассмотрели то, как депутаты тратили свои компенсации в прошлом году Выяснилось, что 5 народных избранников у нас потратили все до последнего цента Ну максимум депутат может рассчитывать на компенсацию в размере 30% оклада То есть до 1014 евро в месяц в год это может составить 12168 евро В общем-то больше даже, чем средняя зарплата по стране До последнего цента потратили эти компенсации центристы Ольга Сытник, Яна Том и Айвар Рисалу А также реформисты Тыну Юль и Урмас Класс То есть всего пятеро Еще 6 депутатов от позволенной суммы оставили свободными менее 200 евро Ну вот такая тема, она снова широко обсуждалась Сотни комментариев в интернете, народный гнев, негодование Как вы считаете, стоит ли тема, что называется, выезденного яйца Или тут, как в случае с тем же самым законом о спасательной службе, о чем мы говорили Что на самом деле много шума из ничего И раз уж деньги людям положены, то они имеют полное право их тратить И обсуждать тут нечего Я думаю, что у людей есть право узнать, какие наши затраты Потому что эти деньги мы получим из налогоплательщика Так что надо смотреть, как их тратить Здесь наверняка люди тоже ведут себя пораженному Эта можно понять, что сатрат на транспорт по Польши Если действительна из какого-то такова Далиокова региона Например, Урмас Класс Он не живет Но это нормальность Я думаю, что есть доходы на транспорт и на разные такие дела Потому что если мы берем какую-то фирму, там тоже такое, что на рабочие дела можно использовать машину или там топливу, который... Телефон или который платит работодатель Так что здесь это нормальность Я сам себе делал такой уровень, что тратчу... стараюсь тратить не больше, чем 2 третих от максимального Если что-то не хватает, я тогда беру это из своей зарплаты и это значит... Получается, что в прошлом году из максимально дозволенных 12 тысяч вы потратили не больше, чем 9600... Меньше даже... Меньше даже... Там есть и телефон, там есть и топливо И иногда надо тратить еще на кое-что Но в основном это есть топливо И если у меня, например, какой-то продавец спрашивает... Я покупаю черты или дам венок или что-то, спрашивает... Надо и чек... Я говорю, не надо Потому что я знаю, что я не буду тратить и беру это из своего кармана Мог бы везти по-другому Я просто не делаю это Но, с другой стороны, вот действительно получается, что эти деньги людям положены... Законом положены... И все время такое широкое обсуждение... Может быть проще эти 30% не называть компенсацией, а включить их в зарплату... Платить все одной суммой, и тогда этих разговоров не было бы... Я думаю, что это все-таки дисциплинирует, эта сегодняшняя система... И эта дисциплина, это тоже хорошо... Мой совет такой, что я думаю, что люди могли бы вести себя... Или жить... Или использовать там... Покупать машины и так далее... На том уровне, который они могли бы... Или были бы способны... На условиях, когда они не были бы депутатами... Так что я думаю, что здесь есть возможность и экономить... Скромнее надо быть, как говорится... Но если продолжать тему высоких зарплат... То одной из самых обсуждаемых таких вот тем последних двух недель даже стала... Зарплата нового главы фонда развития предпринимательства ЕАЭС Тави Лаура... Он будет получать 6,5 тысяч евро в месяц... И многих эти цифры возмутили... И даже премьер-министр Андрюс Сансип на прошлой неделе высказал точку зрения, что... Зарплаты руководителей государственных предприятий можно было бы ограничить... Правда, раздались и другие тут же голоса... Тот же самый Мелис Атанен, например... Который был в свое время министром экономики... И является однопартийцем Ансипа, тоже реформист... Он обвинил премьер-министра в популизме... Сказав, что это все ерунда и на самом деле ничего ограничивать не нужно... Ваша точка зрения на этот счет? Я уверен о том, что там зарплата президента или премьер-министра не должен быть самой высокой зарплаты... Если мы берем, например, тот самый пост главного директора полицейского департамента... Тогда я думаю, что это такая работа, что можно и платить больше, чем президенту... Потому что это не очень-то простая работа... Самая сложная даже я могу назвать... Если мы, например, смотрим сегодня этих советующих или главных директоров госпиталей... Как в Талине-Перх, например, и так далее... Я тоже не против, что этот председатель или директор госпиталя получает больше, чем министр социальных дел, например... Но если мы говорим об таких предприятиях, где есть советы и государственные предприятия... Я думаю, что этот совет должен объяснить, какие эти причины или принципы... Почему это зарплата в таком же уровне? Если это такая, так называемая, рождественная цена... Или почему такие условия к этому человеку... Если это все было бы ясно... Тогда можно было и наверняка лучше понимать, почему такая зарплата... Это касается и Эстонии, это касается и другие предприятия... Чтобы люди имели возможность узнать, какие эти принципы... Откуда такая зарплата? Может быть, это все брак... Но... Тоже быть... Здесь тоже какая-то открытость... Почему так решили? Но все-таки какой-то потолок мог бы быть... Потому что та же зарплата бывшего руководителя Эстония Нейр... Таро Тескила... Превышающая 30 тысяч евро в месяц... Это было что-то запредельное по нашим меркам... Если подумать... Здесь... Так прямой... Где этот потолок... Я думаю, что мы это не выдумываем... Это все-таки надо... Сматривать... Смотреть на КАСС... Такую... Случа... Один-один... Так что... Совета нет... Но... Это тоже правда... Что здесь есть... О чем думать... Сменим тему... И поговорим о том, что произошло в начале... В прошлой неделе... Вынесен вердикт в суде первой инстанции... По делу вице-мэра Таллина Михаила Кылварта... Против полиции безопасности КАПО... Напомним, что Кылварт был недоволен... Публикацией информации о нем... В прошлогоднем ежегоднике КАПО... Требовала провернуть данные... Посчитав, что это порочит его доброе имя... А там, в общем-то, говорилось о его деятельности... Направленной на защиту русскоязычного образования... О его встречах с дипломатом посольства России... Михаилом Цветковым... Хотя сам Кылварт говорит, что все встречи были открытыми... Не было никакой необходимости за ним шпионить... И ничего противозаконного он не совершал... Но, в общем-то, в ежегоднике КАПО... И не утверждалось, что Кылварт занимался противозаконной деятельностью... Но, по большому счету, вся тональность повествования, так сказать... Она приводила нас к мысли о том, что Кылварт не есть хороший человек... В суд подал вице-мэр Таллина... И на прошлой неделе Таллинский административный суд... Решил его иск не удовлетворять... Признав тем самым правомощность действий полиции безопасности... Михаил Кылварт, правда, заявил, что собирается обжаловать это решение... В суде вышестоящей инстанции... Но, как оно будет, поживем увидим... Я попросил бы вас прокомментировать эту ситуацию... Вот с самого начала, что называется... Как вам видится эта история... И действительно ли, на ваш взгляд, реноме Кылварта... Был нанесен серьезный урон тем, что было написано про него в ежегоднике КАПО? Я думаю, что это уже не первый год... Скорбудет новый ежегодник... Там увидим, может быть, некоторые другие лица... И они КАНЕСННО не знают как кие... Но там есть такая рубрика... Здесь есть разные фотографии... Люди сами могут тумать... Тоже, люди не могут снять... Или нет... Конечно, там никто не пишет... А томска это человек точно... Виновен чомта... Если это так было... Он был виновен... Сейчас, после этого... КАПО, когда вышел... Это есекодник по моему турна вести какого-то сутибное право-вотства, томство собрали, что есекодник, это одноистерный, другогоистерный. И это у нас есть, по-эстонски така, по слову, это уйдет холмой, а к ке-г. И если ты прав, никто не может ничего править и не может наказать, как это так премию вести. И если действительно ничего не делал, так это не надо быть спокойно. Так что я думаю, что если мы говорим, что там все-таки политик и говорили об рекламе, то есть реклама, так что там есть и колосса больше, потому что он там на ежегоднике. Так что я на сотне посол был, может быть, вместо Кылварта, но, кажется, это может и может сосислять свои права. Ну вот скоро у нас появится, очевидно, новый ежегодник, он всегда где-то в это время примерно появляется и обликуется. На самом деле это достаточно уникальная ситуация для спецслужб, любого государства, вот издание такого ежегодника. Вообще, в принципе, должна ли полиция безопасности этим заниматься? Полиция безопасности тоже полиция. Если мы смотрим, есть банки или такие разные институции, у них есть свои ежегодники, и никто не скажет, что это как-то не то или не хорошо. Почему в апреле всегда есть ежегодник в Капо, это связано с тем, что, по-моему, мы отмечаем 12 апреля тендрастение в Капо, так называемый. И поэтому в апреле как раз этот ежегодник будет. Нет, Капо должен заниматься разными делами, и одна из них тоже заниматься пропагандой или антипропагандой. Я думаю, что как раз те листы пойдут на эту рубрику. Ну, вот очень много слышится в последнее время обвинений в политической ангажированности полиции безопасности. Ну, например, тот же скандал с продажей видов на жительство в прошлом ежегоднике Капо практически никак отражен не был. Хотя это было очень заметное событие в жизни нашей страны. Я думаю, что это причина том, что там просто не было ничего такого такого уровня, что мы можем говорить сегодня, что было как-то опасность государству. Это было очень важно, что эти спецкомиссии были доставлены, потому что в России было очень интересным, так что мы получили свой форум и этот тема. И что касается фактов, теперь мы увидим в этом году, что у нас такие случаи насчет этих пропусков сительства по предпринимательству уже практически нет. И это тоже проблема, если мы все говорим о том, что все таки мы нуждаемся таких тресвых москов, которые могут помочь нас в экономике, так что мы теперь должны найти какого-то равновесия, где это правильный путь, коммунит, каких причин и так далее. Так что у нас было огромное количество этих пропусков, это нехорошо, мы все видели, что там все не было по закону, с другой стороны, теперь мы подошли к минимуму, и это тоже нормально. Сменим тему. Отмена визового режима между Европейским Союзом и Россией обсуждается уже довольно давно, и сейчас дело может сдвинуться с мертвой точки, хотя в данный момент речь идет об отмене виз для обладателей так называемых служебных паспортов из России. Германия, которая долгое время выступала против этого шага, дала свое согласие на прошлой неделе, и сейчас все зависит от ряда стран, в том числе и от Эстонии, которые до сих пор выступают против. Почему Эстония противится какому-то упрощению визового режима с Россией на данный момент? Это, конечно, было бы лучше комментировать, может быть, следующее понедельник, потому что как раз сегодня встретились и министры иностранных дел, и сетверг будет так называемый Вилемкогу, где встречается премьер-министр из Европы, и так там мы можем узнать, какие там реальные результаты на счет визового режима. Конечно, проблема не только или проблема вообще по-моему, не связан этими служебными паспортами. Проблема связан от том, какие условия должны выполнять Россия, чтобы Россия, как государство, было бы готова к безвизовой ситуации. И здесь, по-моему, от эстонской стороны нет никаких таких политических причин. Основным эти причины технически, это значит, что Россия должна следить в своих государствах в таком же уровне, который требует Евросоюз, что эти прессовые документы должны быть в таком же уровне, как Европа, это значит, стопиометрические паспорта и так далее. Если Россия это все, эти требования выполнить, тогда и будет безвизовый режим. И здесь, по-моему, не надо увидеть какую-то специальную политику. Ну, еще один вопрос к вам теперь уже как к бывшему министру социальных дел. На прошлой неделе был представлен рапорт эстонского центра по правам человека, в котором содержатся конкретные рекомендации правительству по исправлению ситуации с сексуальными меньшинствами. Составители рапорта считают, что в Эстонии системный подход к решению проблем секс-меньшинств отсутствует, и политической воли заниматься этой тематикой нет. Это действительно так? Вы согласитесь с этим утверждением? Политическая воля есть, но это зависит от кого. Я думаю, что у нас есть, я знаю, что есть такие партии, которые хотят эту сферу регулировать. Здесь можно, по-моему, назвать, например, социал-демократов. Что касается разных таких законопроектов, здесь речь идет от Министерства юстиции тоже. Что касается, например, регулирования брака, здесь моя партия против. Я всегда говорю о таком случае, о том, что если мы смотрим на жизнь открытыми глазами, у нас такой большой потенциал среди гетеролюдей. Так что используем этот потенциал и тогда смотрим для нас, для ИРЛ, брак, все-таки, как сегодня у нас в законе есть. Это дело между мужчиной и женщиной. Ну, вы консерваторы в данном случае. Так она есть, и я думаю, что так она и останется. Но очень многие в прогрессивной Европе, так сказать, уже узаконили однополые отношения, и другие права и гарантии дают сексуальным меньшинствам. Ничего, это не значит, что мы это все должны делать. Мы пойдем другим путем, как говорил один известный деятель. Мы пойдем своим путем. Напомню, что в гостях у нас сегодня был Марко Померанц, депутат парламента от партии ИРЛ. Благодарю вас за беседу. Всего доброго. Спасибо вам тоже. Обо всем не поговоришь даже в рамках своей длинной передачи, как наша. Но будем надеяться, что на главном внимание заострили, и вы стали сегодня хотя бы чуточку информирования. Все на сегодня. Меня зовут Андрей Титов. Удачи и до встречи. Продолжение следует...